я зовут андрей лебедев и сегодня мы с вами будем разбираться довольно интересной темой в тем альтернатив на самом деле вы знаете у меня вообще есть такая шутка тестовая я обычно говорю что одной из важнейших проблем производства у нас является производство не по конструкторской документации и вот по реакции на эту шутку всегда видно кто общался тесно с производством то нет вот как правило те кто тесно общался но они сразу понимают в чем дело у тех кто знает эту проблему чисто теоретически обычно возникает недоумение ну как это вообще возможно если мы говорим о производстве но это что-то должно быть такое четко прописано для чего вообще существует конструкторский отдел чертежи всякие там разные технология и так далее так далее ну в том то все и проблема в том то и проблема что технологии чертежи существует а потом когда это попадает в реальный цех там возникают какие-то проблемы которые начинают решаться по месту и в результате реальная технология реально существующие она от проекта может отличаться очень и очень ощутимо но частично это конечно и объективную природу имеет потому что там рассчитывали на одни комплектующие пришли другие но как-то из этой ситуации надо выкручиваться ничего такого сверхъестественного в этом нету и я более того хочу вам сказать что у 1с ее стандартном функционале есть определенного 1s rp есть определенные настройки и возможности которые позволяют вот это вот реализовать ну давайте начнем с вами по порядку сразу хочу сказать что какие-то моменты какие-то возможности мы с вами будем проходить ну скорее так обзорно и я вас отсылаю к другим вебинарам которые есть у нас на сайте их там по моему еще на youtube выкладывают то есть какие-то функции они просто подробно разбирались на других наших встречах и так значит где у нас проявляется альтернатива давайте я включу демонстрацию мы с вами вот смотрите мы с вами будем работать обычно всегда об этом спрашивают давайте с этого начнем 257 257 150 сборка так значит первый вариант вот это вот многоплановости у нас в чем заключается давайте мы с вами пойдем в производство в ресурсной спецификации и обратим внимание на следующее значит у нас спецификация может создаваться не только на конкретное изделие обратите внимание на вот этот переключатель мы можем создать ресурсную спецификацию как на конкретное изделие причем если изделия по характеристикам как-то делятся то можно создать ресурсную спецификацию на номенклатуру плюс характеристику а можно на номенклатуру не уточняя Кстати, вот такой вариант ресурсной спецификации, он предполагается в квалификационном экзамене по блоку производства ВРП. Можно создавать спецификацию на вид номенклатуры, ну и, наконец, можно создавать на список. Ну, список это скорее ситуация, когда какие-то изделия выпускаются пакетно, ну, грубо говоря, из одной заготовки, там, не знаю, там две совершенно различные детали выпиливаются для того, чтобы снизить потери. Ну, вот в этом случае работают со списком. Нас в основном интересует вид номенклатуры и номенклатурная позиция. Естественно, если мы создаем ресурсную спецификацию на вид, если мы создаем ресурсную спецификацию на номенклатуру, которая имеет какие-то характеристики, ну, давайте я сейчас что-нибудь выберу. Так, ну, вот у меня здесь, например, есть готовая продукция с характеристиками. Так, сделаю, переключим номенклатуру. Выберу какую-нибудь позицию с характеристиками. Ну, вот полка деревянная. Вот. Обратите внимание, я могу выбрать какую-то конкретную характеристику. В данном случае характеристика идет по цвету. Я могу здесь оставить любую характеристику. Значит, то же самое касается вида номенклатуры. То есть, вид номенклатуры, он предполагает, что данная ресурсная спецификация будет применяться к любому изделию данного вида. Естественно, вот здесь сразу возникает вполне очевидное противоречие. Если мы идем вот таким путем, если оставляем какую-то определенность и возможность альтернативы в ресурсной спецификации, мы потом как-то эту альтернативу должны реализовать. И вот для того, чтобы это реализовать, там указать, что есть какие-то варианты, ну, скажем, вот если мы говорим о полке деревянной, да, и у нас характеристики здесь идут по цветам, понятно, что если потом у нас будет выпускаться полка деревянная с характеристикой цвет красный, ну, наверное, мы должны будем красную краску использовать. И мы это должны, вот, ну, если там зеленая, ну, значит, зеленую краску надо использовать. И для того, чтобы это сделать, мы должны использовать функционал параметризации. У нас, вот, опять-таки, я не буду сейчас подробно об этом рассказывать. По параметризации у нас уже был вебинар. Вот, вполне возможно, что, ну, это вот по отдельным заявкам, вполне возможно, что его имеет смысл повторить, там, показать еще раз. Ну, в принципе, он в записи доступен. Значит, что нам дает параметризация? Во-первых, мы для того, чтобы... Давайте я сейчас... Для того, чтобы определить вот такое же вариативное использование какого-то материала, в данном случае краски, ну, я должен здесь использовать функцию автовыбора. И вот здесь я указываю, это вот один из вариантов параметризации. Автовыбор – это нечто близкое. Значит, я указываю, что характеристика номенклатуры не указывает спецификации, ее спецификации нету, а определяется по свойствам изделия. И я указываю, что я определяю материал, да, по свойству цвета. Естественно, для этого мне надо предварительно эти... Так... Мне предварительно надо вот эти вот свойства внутренней маниклатурной позиции создать. Да, вот обратите... Вот, обратите внимание, я здесь для реквизита характеристик предусмотрел дополнительно реквизит цвет, вот, и аналогичный дополнительный реквизит. Вот, у меня есть в характеристике готовой продукции. Таким образом, потом при формировании этапов производства программа сама будет подбирать нужный материал. Но вот для того, чтобы эта вариативность работала, я этой вариативностью должен управлять при помощи вот этих вот дополнительных характеристик. Вот, это возможно, если у нас в ресурсной спецификации для номенклатуры предусмотрена вариативность характеристик, тогда дополнительный реквизит должен быть в характеристиках. Либо, если мы используем вид номенклатуры, то, соответственно, дополнительный реквизит должен быть в самой номенклатуре, но может также быть и в характеристике тоже. Вот, это такой качественный выбор. Что касается количественного выбора. Ну, тут вот идет чистая параметризация. Здесь я могу с помощью использования тех же самых свойств. Ну, например, вот у меня тут есть длина, высота, ширина. Я могу, значит, поставить какое-то условие использования. Значит, что это означает? Значит, если у нас длина больше определенного количества, то какая-то номенклатура просто не будет использоваться в общем перечне, будет исключена. Либо я могу использовать вот эту длину, ширину, высоту для того, чтобы у меня была возможность рассчитать количество этой самой краски. В этом случае используется вот это поле, алгоритм расчета. И здесь я могу, используя вот это самое основное изделие, ну, например, посчитать общую площадь. Длина, ширина, умножить высота и количество краски будет посчитано по площади. Значит, здесь на самом деле достаточно такая функциональная окошко. Здесь можно не только какие-то простейшие арифметические действия осуществлять. Здесь вы видите что-то такое близкое к экселю. То есть тут, возможно, логические операторы, числовые определенные преобразования, тригонометрические, ну, и более сложный вариант, например, условия и выбор по порогу. Значит, какие функции как работают, я вас опять переадресовываю к вебинару по параметризации. Там я это показывал подробнее. Также, вот, обратите внимание, сейчас здесь количество считается по формуле. Также обращаю ваше внимание, что частично параметризация вам доступна и для трудозатрат. Здесь нет выбора, но есть расчет по формуле и условия. И частично это все доступно и для выпуска побочной и промежуточной продукции. Вот это вот первая альтернатива, которую вы видите в 1СРП, применительно к ресурсной спецификации. Но это еще не все. Есть еще один момент, и он тоже разбирался на одном из вебинаров. Сейчас я только вам это напоминаю о том, что это существует, и объясняю, как работает этот механизм. Значит, механизм выбора спецификации. Вы знаете, что в заказах на производство спецификацию программа подбирает. Значит, в более ранних версиях 1СРП, какую спецификацию программа должна выбрать, это вы указывали сами. Если вы там помните, была такая кнопка назначить основной. Одна из нескольких спецификаций на одну продукцию, она назначалась основной. Значит, и сейчас этой кнопки нет. Значит, что сейчас изменилось? Ну, во-первых, программа при выборе спецификации, какая она будет использоваться, ну, а еще раз говорю, более подробно о механизме в отдельном вебинаре, она использует, во-первых, дату, то есть она будет стараться использовать наиболее свежую спецификацию. Это раз. Второй момент. Программа будет стараться использовать ту спецификацию, которая лучше всего подходит к данному конкретному случаю. То есть, что я имею в виду, если у вас есть спецификация на номенклатурную позицию, есть спецификация на вид номенклатуры в целом, система будет стараться выбирать более конкретную, то есть на номенклатуру. Если есть на номенклатуру и вообще, и на номенклатуру с указанием конкретной характеристики, то программа будет стараться использовать ту спецификацию, которая на номенклатуру плюс характеристика. Вот это второй критерий и наконец существует третий критерий это параметры назначения. Значит параметры назначения в принципе изначально доступен параметры назначения подразделения диспетчер, но на самом деле если мы пойдем в раздел производства. Вот значит мы здесь можем какие-то иные параметры назначения предусмотреть, то есть это как раз настраиваемо. Вы можете что-то там выбрать из имеющегося списка. Список он в принципе может быть расширен. Вот и в этом случае параметры назначения будет использоваться как еще один критерий выбора. То есть программа при выборе будет еще использовать и в данном случае она будет еще смотреть какое подразделение диспетчера указано в заказе на производство. Так значит ну и наверное стоит упомянуть, что мы определенные ресурсные спецификации можем вообще исключить из выбора, то есть она не будет автоматически ставиться никогда вообще. И для этого существует галочка «Исключить автоматический выбор в документе» на закладке «Дополнительные». Ну вот такие вот настройки есть для задания альтернативных вариантов ресурсных спецификаций. Так, значит что у нас есть еще? Опять-таки напоминаю, у нас существует возможность задания альтернативного материала. Это можно сделать двумя способами и вот это мы давайте с вами попробуем смоделировать. Я надеюсь, что на это время не хватит. У меня уже есть доска разделочная. Значит в доске разделочной используется древесина. Ну давайте мы с вами предположим, что у нас есть древесина и есть древесина второго сорта. Вот у меня есть две такие номенклатурные позиции. Если есть просто древесина, но мы используем древесину, там десятую куба. А если у нас древесины нету, то мы будем использовать древесину второго сорта. Но поскольку она второго сорта, у нас она и пойдет не 0.1, а 0.2. Не 0.1, а 0.2. Вот такой вот вариант у нас будет. Что дальше? Дальше мы, конечно, можем все поправить уже непосредственно в этапе производства. Но это тоже не всегда удобно. И поэтому сейчас мы с вами используем возможности. Так, здесь пускай будут материалы основные. Использовать возможности вот этой вот графы применения материалов. Что мы здесь указываем? По умолчанию у нас применяется номенклатура древесина с вероятностью 90%. Ну и в редких случаях у нас будет по требованию с вероятностью 10% применяться вот эта вот номенклатура. Давайте с вами попробуем посмотреть. Так, производственный процесс я задал. Цех 33. Никаких настроек планирования здесь нет. Давайте я сейчас с вами поставлю действовать. И сейчас мы попробуем с вами создать этапы производства под вот эту ресурсную спецификацию. Значит, как это будет выглядеть? Давайте создаем заказ на производство. Так, организация Орион. Подразделение Цех 33. Здесь больше ничего ставить не нужно. Добавляем доска разделочная. Количество, ну давайте 10 штук. Это не принципиально. Так, нам потребуется немножечко другое. Вот эта вот спецификация. И получатель, ну давайте это будет основной склад. Ну, в принципе, все. Желаемая дата выпуска поставим сегодня. И ставим к производству. Заказ мы сделали. Давайте посмотрим, к чему это привело в очереди производства. Так, цех 33. Так, вот у нас этот заказ. И давайте сформируем этап производства. Так, и посмотрим, что у нас здесь есть в этапе. Значит, как вы видите, здесь на самом деле программа нам особо ничего не показывает. Она ставит то, что наиболее вероятно. Можем попробовать заполнить, подобрать по спецификации. И вот здесь, если мы используем вот этот вот вариант подборки, вот здесь у нас как раз и указано, что мы можем использовать какой-то вариантный подход. Вот здесь же нам будет указана вероятность. То есть, в принципе, вот при использовании такого подхода мы можем сейчас взять, указать какое-то другое количество и перенести в документ. Вот так вот скажем. Вот, соответственно, вот это вот нам надо будет удалить предварительно. Вот такой вот вариант замены, достаточно простенький, с использованием вариативности здесь будет доступен. Но я сразу хочу вам сказать, что вот эти вот настройки, которые я сейчас вам показал, они не столько нужны для того, чтобы вот такую вот вариативность использовать при производстве, хотя и для этого тоже. Они больше нужны для того, чтобы правильно формировать планы закупок в планировании. То есть, тоже есть определенные настройки, которые вот это вот учитывают. Ну, подробнее я уже сказал, это мы с вами уже разбирали. Если вы хотите реально использовать альтернативу, здесь надо пойти немножечко другим путем. Давайте попробуем с вами это реализовать. Значит, мы с вами вернемся к ресурсной спецификации. И немножечко переделаем в ресурсную спецификацию. Как именно мы с вами ее переделаем? У нас будет только древесина. Все. То есть, тут вот никаких как бы альтернатив не будет. Но с учетом того, что мы допускаем ситуацию, что древесины у нас не будет, мы с вами оформляем разрешение на замену. Вот разрешение на замену материала – это достаточно дипкий инструмент, который по моей практике используется весьма и весьма часто. Что такое разрешение на замену материала? Мы указываем, что здесь не важно, что я напишу, это просто текстовое пояснение. Я указываю, что я могу древесину в количестве 0.1 заменить на древесину второй сорт в количестве 0.2. Обращаю ваше внимание, когда вы задаете правило замены, не обязательно, чтобы количество совпадало. То есть, 0.1 заменить на 0.2 – это нормально. Не обязательно, чтобы замена шла номенклатура на номенклатуру. Вы видите, что мы можем там несколько номенклатурных позиций заменить на несколько номенклатурных позиций. То есть, вот такой вот замена номенклатуры на несколько номенклатурных позиций или несколько на несколько – это тоже вполне реальный и рабочий вариант. Мы указываем срок действия замены, то есть это может быть какое-то разовое решение и мы можем указать рамки его действия по предприятию в целом, либо это может распространяться на конкретное направление деятельности, на подразделение, на конкретное изделие. Или это вообще может быть разрешение для конкретного заказа на производство. Кстати, обратите внимание, в ряде версий вот это вот глючит, то есть после того, как устанавливается какое-то ограничение, система начинает выдавать ошибку. Значит, ну, надеюсь, что в очередной версии это будет исправлено. Мы оставим по предприятию в целом и установим статус «Утверждено». Что это нам даст? Я теперь могу сформировать этапы производства. И казалось, все то же самое. Но мы можем использовать функционал аналогов. Подобрать аналоги. И мы можем здесь выполнить замену в соответствии с разрешением номер 1. 0,1 заменяем на 0,2. Интересно, что здесь у нас будет еще информация о том, сколько сейчас на складе есть вот этого материала и можем ли мы эту замену реально сделать. Так... Ну, сейчас подобную замену смысла особого делать нету, просто потому, что у нас здесь ничего нету на складе. Ну, если есть желание, то можем обеспечить вот это вот изменение. Обратите внимание, что при выполнении замены программа поступила умно. Она не убрала вот эту вот первую строку. Она убрала из этой строки ровно то количество, которое я решил заменить. То есть, в принципе, мы можем добиться того, что у нас часть будет деталей сделана из основного материала, часть из того материала, который идет под замену. И давайте я покажу вам еще один момент, который здесь работает. Я опять помечу на удалении этапа производства. Это вот момент, который появился уже в 2.5.7. Он состоит в чем? При формировании этапов производства мы можем выполнить определенные действия, которые будут выполнены в этапах. Мы можем что-то зарезервировать уже на складе. Мы можем, значит, отказаться от производства полуфабрикатов. Мы можем сразу же рассчитать график, передать этапы к выполнению. И мы можем уже в ходе формирования этапов осуществить замену на аналоги. Обратите внимание, значит, сейчас замена не произошла. Почему так получилось? Там это не написано. Но эта замена, она происходит в том случае, если эта замена имеет смысл. То есть, если на складе действительно есть вот эти вот самые материалы, которые мы можем сразу же под этот этап поставить на резерв. Вот это то, что касается альтернатив, связанных с материалами. И последний вопрос, который мы с вами должны разобрать, это альтернативы, связанные с рабочим центром. Альтернативы, связанные с рабочим центром. Михаил, ну, можете голосом уточнить, что именно, еще раз про альтернативу. Алло, да, слышно? Слышно, алло. Да, я просто не увидел, где вы устанавливали альтернативу. На материал? Да, вот на материал только. Альтернатива на материал устанавливается документом разрешения на замену материала. Это особый документ в 1SRP, и в нем вы указываете, что вы заменяете одну номенклатуру на другую, или одну номенклатуру на несколько других. Да, то есть, номенклатуру на наборы, или набор на набор. То есть, все вот эти вот варианты здесь возможны. Да, и она система, по идее, должна автоматически заменить, если другой аналог будет на складе, правильно понял? Если другой аналог будет на складе, то да. Все, спасибо. Так, значит, и, и, и. Теперь по поводу альтернатив в рабочих центрах. Значит, здесь я немножечко, значит, кое-что сделал за кадром, хотя обычно я не люблю это делать. Значит, это та же самая доска разделочная, но в производственном процессе я использовал виды рабочих центров. И обратите внимание, когда я добавлял рабочий вид рабочих центров, я добавил, помимо основного вида рабочего центра, альтернативный вид рабочих центров. Вот он, да, он здесь в иерархии показывается, основное это координатные станки, альтернативно это циркулярные пилы, но на них в два раза дольше придется корячиться. Что это нам дает? Что это нам дает? Ну, во-первых, давайте мы с вами посмотрим, как это выглядит в нормативно-справочной информации. Здесь вы никаких особенностей не увидите. Если мы посмотрим соответствующий цех, вы увидите те же самые координатные станки и циркулярные пилы, причем никакого своеобразия в настройках у нас здесь тоже нет. Это обычные настройки, которые указывают, что ограничения по доступности данного рабочего центра надо учитывать при планировании производственного процесса. То же самое мы увидим в доступности. Доступность я рассчитал, и доступность основного рабочего центра, и доступность альтернативного рабочего центра, они рассчитывают совершенно одинаково. Понятие альтернативы проявляется только в этапе ресурсной спецификации, что как бы логично, потому что рабочий центр, который в данной ресурсной спецификации альтернативный, в другой ресурсной спецификации он может оказаться основным. Чему приведет вот такая вот ситуация? Давайте зайдем в управление очередью. В 37-м цеху я уже создал соответствующий заказ, давайте его посмотрим. Это тоже доска разделочная, но используется та спецификация, которую я только что продемонстрировал. Формируя этапы. Смотрим, что сформировалось. Ну, как бы здесь уже нас особо ничего не интересует. Мы можем приступить к планированию. И, в общем-то, сейчас у нас все спланируется без особых проблем. Давайте я нажму. Тут никаких дополнительных галочек ставить не надо. Ну, вышли за пределы, да, вышли. Ну, что поделать. Давайте сохраним этот график и посмотрим диагностику. Напоминаю вам, что диагностика нам показывает, какие у нас есть ограничения по доступности материалов. Сейчас это мы не видим. И какие у нас есть ограничения по доступности работы оборудования. Ну, вот здесь у нас предполагается, что 13 мая мы 8 часов еще можем проработать. Ну, плюс к этому в понедельник-вторник мы еще поработаем и как бы все это закроем. Вот. Во вторник уже только полдня работать придется. Где здесь альтернативы? Вот на этой ссылке. Показать альтернативы. Программа нам показывает, что помимо координатных станков мы еще можем использовать. Циркулярные пилы. Вот. 40 часов, но у нас их две. Циркулярные пилы. Я принимаю решение использовать. Меня переспрашивают, надо ли заменить. Да, надо. И необходимо после этого провести перепланирование. Давайте это сделаем. Ну, и вы видите, что теперь у меня произошло переключение с основного рабочего центра на альтернативный. Как вы видите, аналогичная замена у нас произошла и в этапе производства. Причем это вот замену сейчас нам сделала программа при проведении планирования. Но в принципе, вот это вот решение о замене, оно могло быть принято и без запуска планирования. То есть просто в ходе рабочего, работы этапа мы можем взять и переключиться с одного рабочего центра на другой рабочий центр. Установив это все по факту, но еще раз хочу вам напомнить. У нас планирование, составление графика производства в 1SRP носит такой вспомогательный характер. То есть за счет работы с графиком вы скорее можете предсказать, когда у вас будут те или иные рабочие центры доступные. Вы можете провести анализ, что если понять, когда вы реально сможете получить эту продукцию. Но составление графика производства не накладывает на вас никаких обязательств. То есть вы вполне можете создать график производства на 2 месяца вперед, потом взять и все закрыть одним днем. Составление графика – это не ограничение, это только подсказка. Автоматическая альтернатива может подставиться в ходе балансировки при построении плана, при построении графика. Автоматической балансировки там нет. График производства, еще раз повторюсь, он составляется довольно тупенько. Вы, по сути дела, имеете дело только с последовательностью заказов. Вы можете оперировать приоритетом, вы можете оперировать местом в очереди, вы можете это место поменять. А дальше программа, она просто будет последовательно заполнять график в соответствии с тем порядком, который тут установлен. Это беда очень многих систем класса CRP, класса CRP, точнее говоря, потому что сейчас мы как раз работаем с модулем CRP Capacity Resource Planning, планирования ресурсов производства. И тут речь идет о чем? Значит, мы, по сути дела, вот это вот CRP используем не для реального планирования составления графика, а скорее для анализа того, что мы напланировали ручками. Единственное, чем программа здесь может помочь, при диспетчировании этапов, при планировании заказа, вы можете проверить, не связана ли задержка с наличием каких-то заказов, которые находятся у вас в очереди до вашего. И, соответственно, изменить порядок к исполнению этого заказа. Но не более того, еще раз повторяю, построение графика – это скорее такая диагностическая задача, нежели чем реальное планирование. Если применение альтернативного материала требует изменения трудозатрат, ну, боюсь, никак. Вот, можно попробовать с помощью параметризации это сделать, но, честно вам скажу, я этого не делал. Тогда, вот, если у вас встает вопрос именно таким образом, значит, можно попробовать сделать что? В принципе, вы при указании трудозатрат, вы можете, в принципе, использовать формулу. В том числе, в которой будет учитываться наличие того или иного материала. Ну, вот так вот возможно. Но замена материала уже в этапе, я боюсь, не будет приводить к соответствующему замене, к соответствующей замене в этапе работы. Поэтому здесь, ну, скорее, такой материал для доработки. Не очень может быть сложный, но в типовом функционале этого нет. Так, какие еще вопросы есть? Так, ну, если вопросов особых нету, значит, у меня так. Замена не приводит к перерасчету трудозатрат. Насколько я знаю, нет. Имеет смысл проверить, конечно. Но, насколько я знаю, такого изменения не произойдет. Как по опыту проектов выполняли балансировку РЦ? Значит, смотрите, ситуация, ну, по моему опыту, ситуация, когда действительно необходима была такая балансировка, она, как правило, была связана с отраслевой спецификой. И вот в отраслевых приложениях такая балансировка может выполняться. Вот, но тут, понимаете, дело в чем решение задачи балансировки, вот, эта задача, ну, она не совсем стандартна. Вы балансировку можете, ну, если вы балансировку проводите, вы балансировку должны проводить по какому-то критерию, правильно? То есть вы должны минимизировать какой-то показатель для того, чтобы система могла вот это вот выполнить. И сама вот эта вот балансировка, с учетом того, что производство может быть многопередельное, и одно изменение приводит к верному изменению там на предыдущих этапах, эта задача, она достаточно сложна с вычислительной точки зрения. Поэтому я еще раз повторюсь, редко, когда она решается в общем случае, просто потому, что, ну, это чудовищная будет нагрузка на систему, вот, а если производство простенькое, смысла решения этого задачи не имеет. Вот, чаще всего это как раз какая-то целевая была задача, ну, например, там, минимизировать общую задержку выпуска, там, общую задержку просрочкой производства. Вот, чаще всего это либо использование каких-то механизмов в отраслевых системах, либо еще в одной ситуации были достаточно сложные алгоритмы, которые разрабатывали, разрабатывал клиент и которые имплементировались в систему в ходе внедрения. Значит, это был проект, связанный с выпуском напитков три завода в одном холдинге. Ну, вообще, я вам вот что хочу сказать. Для 1С и РП, вот, есть у нее такой недостаток, но это, в общем-то, связано с молодостью, возможно. 1С и РП пока не накопила достаточного количества оптимизационных алгоритмов. Что-то в ней есть, ну, там, связанное, например, с управлением запасами, что-то там она может. Но еще раз повторюсь, вот эти вот оптимизационные алгоритмы, они пока не особо в системе присутствуют. Значит, и, ну, мировая практика, я там сравниваю с той же самой САП, как правило, вот подобные вещи решаются за счет подключения каких-то сторонних систем, в том числе за счет выкупа алгоритма какого-то, который потом имплементируется в учетную систему. 1С просто вот это еще не делала. Возможно, не делает намеренно по ряду причин. Так, если вопросов нет, у меня вопрос к вам. Какая тематика вам интересна на следующие вебинары? Значит, ну, если нет, то смотрите, изменения в 2.5.8, ну да, изменения в 2.5.8, это, конечно, тема. Увазе, это что имеется в виду? Ремонты, да, наверное, ремонт имеет смысл сделать. Увазе – это объект возникновения затрат новой сущности, которую придумали. Ага, ага, объект возникновения затрат. Хорошо, хорошо, посмотрим. Вот, и, значит, в качестве анонса я что еще хочу вам сказать. Ну, здесь присутствует, я там видел по списку, те, кто был у меня на курсе подготовки аналитика 1С. Вот, в частности, кстати, я хочу вам сказать, что в июле месяце, кому интересно, у нас будет уже второй прогон этого курса. Вот, кому интересно, приходите. Вот, значит, у нас там была одна тема, достаточно так подробно разбираемая, ну, которая, скорее всего, там вырастет в отдельный курс. Вот, и вот такой пилотный вебинар я, скорее всего, проведу. Вебинар по выбору нотации, описания бизнес-процессов. И, видимо, вот изучение нотации бизнес-процессов у нас в перспективе будет отдельный курс. Вот, такого больше практического свойства. То есть, там будут кейсы, которые надо будет нарисовать, вот, в различных нотациях, в зависимости от поставленной задачи. Вот, вот такой пилотный вебинар я пока где-нибудь на июнь планирую. Значит, ваша тематика, все, я все принял, значит, буду смотреть и будем что-то делать. Значит, все темы приняли, значит, я думаю, отдел маркетинга их зафиксирует и пропустить их мне не даст. Спасибо за внимание. Спасибо большое, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok